Такие эпизоды, которые сегодня воспринимаются с восторгом. Лучший танковый ас Второй мировой войны, говорит Витман Михаэль, который 162 танка поразил. Но, к сожалению, очень мало наших русских людей знает, что у нас был, например, Дмитрий Михайлович Лаврененко под городом Кашир и воевавший в бригаде Катукова за месяц, за 30 дней, он 55 танков жёг немецких. У нас был Зиновий Григорьевич Колобанов, потрясающий совершенно мужик, который в финскую был майором. Но когда объявили перемирие, значит, его бойцы побежали сигареты стрелять у финнов. Его сразу у Аскова приняли, получил он звание очередной старший лейтенант, все награды у него отобрали, его на ГСС послали, то же самое. И вот он в звании капитана под городом Гачиной за 32 минуты боя жёг 22 немецких танка. Представляете, да? Там было 4 четвёрки Т-4, а всё остальное были славные, тяжёлые, как их назвал один наш военный, тяжёлый танк 35Т. Это был чешный танк Шкода, он весил 12 тонн, но у него было название такое 35 в стопочках Т. Вот Зиновий Колобанов на закрытой позиции из танка КВ, с расстояния 150 метров, значит, с ними 32 минуты воевал. Ну, понимаете, немцы же воевали здорово, они развернулись и сразу ему ответили с 22 стволов. И когда он вышел из боя, у него в танке ничего не работало вообще, вообще. Башня не вертелась, он приехал и замполит дивизии, подъехал, посмотрел на это великолепное зрелище. 22 танка, говорит, и 4 пушки ещё. Его послали на ГСС, ему послали. Но в августе 41-го года, когда сдавались миллионами, ГСС практически не давали героям. И ему дали Красную Звезду. А в сентябре он получил тяжёлое ранение и до 44-го года находился в госпитале. Ещё у нас был такой эпизод потрясающий, когда под городом Россиняем северная группа войск немецких, там две танковые дивизии, они друг друга поддерживали. Одна вперёд, эти им тылы закрывают, одна вперёд, эти тылы. И вот между ними на дороге, под городом Россиняем, образовалась наша советская машина боевая под названием КВ-1. КВ-1 немцы в 41-м году пробить не могли ничем, кроме замечательной швейцарской пушки 8-8, вы знаете, да? 88 миллиметров. Значит, у него, у танка кончилась солярка, кончилась. Танкисты бегали по окрестным сёлам и просили солярку. Солярки там не было, там были только лошади. Значит, первым делом они сожгли колонну 18 грузовиков, которые везли боеприпасы. Потом они ещё что-то сожгли, и немцы забеспокоились, говорят, у нас тут раненые, умирают, надо их вообще везти. А дорога одна всего, кругом болото. Давайте что-нибудь делайте уже с этим танком. Ну, выкатили батарею 57-мм пушек, 4 штуки. Они по нему два раза шмальнули. Значит, дальше он четырьмя выстрелами батарею, значит, ликвидировал. Дальше появился, появились, значит, появилось, вытащили они эту 8-8, тащили её напрямую на лодку на 500 метров. Танкисты сидели в машине, подождали, пока к орудию подошёл расчёт. И в это время они шмальнули по орудию, попали сразу. Потом они второй снаряд ещё добавили, то есть весь расчёт вместе с орудием остался там, на позиции. Немцы совсем загрустили, обратились к авиации. Авиация сказала, вы что, с ума сошли? Сколько там танков? Один? Вы что, с ума сошли? Вы что, воевать умеете ли вы вообще чайники? Вы не можете один танк, что ли, убрать с дороги? Идите нафиг, у нас... Не, мы вас, конечно, обеспечим, но у нас только цели, у нас мы тысячами эти танки сжём. С неба. И немцам, которые на земле, стало стыдно. Они ночью послали к нему разведгруппу. Подошла разведгруппа сапёра. А евреи из окрестных сё, местечек, принесли им покушать. Разведгруппа послушала, как они покушали танкисты. Заснули, закрыли люки. И ночью, значит, обмотали танк взрывчаткой. Гусеницы, броню, моторный отсек. Значит, привязали к стволу даже, это самое, и шмальнули. Танкисты проснулись. В результате у танка от гусеницы отлетел вот такой кусок. Всё остальное на его боеготовности и боеспособности не сказалось. Вот. Дальше, значит, ну, а тут продолжается, надо же наступать. Вот. Дальше немцы, значит, устроили атаку танков 35Т, которые ездили за деревьями на расстоянии полкилометра. Он по ним стрелял, но непонятно, то ли попал, то ли нет. А сбоку они ещё одну 8-8 подтащили через болото. И сзади ТКВ, значит, 8 снарядов, 2 снаряда пробили броню. Вот. Опять послали этих замечательных сапёров, один из которых ботинки оставил возле танка. Он в носках полез на танк, чтобы не шуметь. Вот. Он без ботинок залез, подошёл к танку, танк стоит, ствол опустился. Они залезли на танк, и тут у танка стала вращаться башня. Эти все попрыгали, смелые немецкие сапёры попрыгали вниз. И вот этот, который без носок, он злой был, он туда бросил гранату, в дырку от снаряда. Ну и всё. Потом пришли, прислали туда этих самых жителей с окрестных сёл, похоронили их. У одного была фамилия Смирнов, у второго фамилия Ершов. Вот. И вот, очень долго, извините, рассказываю. Но надеюсь, вам было интересно. Мужики, такие вещи надо... И вот песенка про рассиняйский танк. Мой друг, Максим Коломеец, сказал, что... Мы с тобой под рассиняем, немцев по полю гоняем. Немцы бегают, как зайцы, не достать им нас никак. Кто поставит свои пушки, эти пушки нам игрушки. Им никак не удаётся наш пробить советский танк. Там Климент Йо Ворошилов, раз прекрасная машина. Он у немцев в жопе шивом, без солярки пусть пока. Нашим славным экипажем мы им мать Кузьмы покажем. Пусть потом они расскажут. Их добили, как котят, дрожит от взрывов броневая кожа. Видно сто верст, в окроде наших нет. Мы обменяем танк свой подороже. Всем небелунгам, блин, от нас привет. Хорошо было в Европах, все давали немцам в спину. Ну и братья, не белунги, наступали во всю прыть. Мы с горячим боем мыли, страхи прежние забыли. Нам ведь надо, как в теле, всех валькирии этих бить. Немчуру большую горлу били мы красиво, гордо. Чешки танк по кличке Шкода, пушки, ети, пак и флаг. Нас долбили, нас взрывали. Мы в ответ их всем чихали, как велел товарищ Сталин. Свой непосрамили флаг. Они теряют дорогое время, но нас не могут одолеть никак. Ох ты, любимый мой, Климент Яфремыч, ключи от боя у тебя в руках. Рассиняйский пахнет клевер, мне сам черт, ни сват, ни девер. Мы всей группе армий с север, как заноза под седлом. Нас отнес, а жгут, конечно, пятерых друзей сердечных. Только плану Барбаросса наступил уже облом. Что кривляться, друг сердечный? Нас они пройдут, конечно. Немцы воинской науке все же далеко ушли. Только здесь подрастеняем. Мы дорогу охраняем, по которой будет знаем. Путь дорога на Берлин, путь дорога на Берлин. Пусть нас пока что радует удача взорвать машину и к своим уйти. Но кто-то должен дать фашистам сдачи. Но кто-то должен встать им на пути. Но кто-то должен встать им на пути.